И снова здравствуйте! В эфире программа «Патруль» и я, ее ведущий, Вячеслав Чаптыков. Сегодня в выпуске мы расскажем о самых обсуждаемых происшествиях в социальных сетях и не только. ДТП, в результате которого погибли двое. Напали на чабанов. Незаконный оборот наркотиков. За выходные в Туве изъято более 300 литров спиртосодержащей продукции. Поехали! В минувшие выходные на территории Дзунхемчикского района произошло две аварии с двумя погибшими. Госавтоинспекции и следователи межмуниципального отдела Дзунхемчикский выясняют обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли два человека. Еще пятеро пострадали. Сообщение о первом ДТП поступило в дежурную часть 14 декабря около 19 часов. Установлено, что водитель, двигаясь в западном направлении, допустил наезд на 48-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Водитель скрылся с места ДТП, а пострадавший от тяжести полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают водителя, причастного к ДТП, в котором погиб 48-летний житель города Чедана. Очевидцев происшествия, а также лиц, владеющих любой информацией о происшествии, просим сообщить в дежурную часть УГИБДД Республики Тыва. Второе ДТП произошло 15 декабря около 18 часов на участке автодороги Агдавурак-Чедан. Следственно-оперативной группой установлено, что 35-летний водитель УАЗа, двигаясь в сторону города Чедан, не справился с управлением. В результате машина перевернулась. От полученных травм на месте скончалась 44-летняя женщина. В Бронхемчикскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажиры в возрасте от 54 до 57 лет. Также в больницу города Чедан доставлены водитель и 32-летняя пассажирка, которым оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводятся проверки. Напали на Чебанов. 11 декабря текущего года около 16 часов в дежурную часть полиции Пехемского района поступило телефонное сообщение о разбойном нападении на Чебанскую стоянку вблизи села Оржан. Звонившая сообщила, что на территории стоянки ворвались трое неизвестных мужчин. Избили ее и ее 46-летнего супруга. Кроме того, угрожая ножом, украли две головы мелкого рогатого скота. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавших, которые при попытке скрыться на Тойоте застряли в снегу. Ими оказались трое неоднократно судимых жителей города Турана в возрасте от 33 до 37 лет. Пострадавшие супруги были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до 10 лет. 15 декабря около 3 часов ночи инспекторами ДПС на улице Рабочая был остановлен автомобиль марки ВАЗ, водитель которого явно нарушал правила дорожного движения. При проверке документов инспекторы обратили внимание на поведение пассажира, который вел себя неадекватно. Сотрудниками полиции было принято решение досмотреть пассажира. В ходе личного досмотра в вязаной рукавице было обнаружено вещество темно-зеленого цвета с арактерным запахом дикорастущей конопли. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество является гашишем более 12 грамм. Второй факт незаконного хранения наркотического вещества был выявлен 16 декабря около 17 часов. В ходе обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения инспекторы ДПС на улице энергетиков города Шаганара заметили гражданина, который нес в руках белый мешок. При проверке документов и в ходе досмотра мешка сотрудники полиции обнаружили сухие листья и стебли дикорастущей конопли. Вес марихуаны составил около 14 грамм. 64-летний житель села Ары Кузу был доставлен в дежурную часть. По данным фактам, следователями возбуждены уголовные дела. А пока самое время узнать, сколько всего ДТП с пострадавшими произошло в Кызыле за минувшую неделю. С 10 по 16 декабря на территории республики зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, где два человека погибли и четверо были травмированы. За неделю сотрудниками ГИБДД по республике задержано 36 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них одна автоледи. Внимание! Впервые! Народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. За им 10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. Ну а мы продолжаем нашу рубрику «Осторожно, пьяные водители». На третьем месте «Автоледи». В минувшие выходные в дежурную часть госавтоинспекции поступило сообщение, что в центральной части города машина въехала на бордюр. При прибытии инспекторы ДПС долго не могли получить от водителя внятные объяснения. Но в одном женщина была уверена – дорожные полицейские не имеют права забирать у нее машину. Тем более, что она отказалась от медосвидетельствования. На втором месте водитель «Лады Приора», который въехал на своей машине в забор одного из магазинов города. В дежурную часть поступило сообщение о тревоге от одного из охраняемых объектов вне ведомственной охраны. Водитель не справился с управлением и въехал в забор. По прибытии инспектора в ДПС стало ясно, почему водитель не смог справиться с управлением. Он сел за руль, будучи подшефы. Прибыл по данным адресу, хозяйственный орган выяснил, что двиг в забор съехала автомашина «Лады Приора» и «Черного Света», тем самым причинил ущерб. Данные транспортные следствия стояли возле дома со спущенным задним колесом. Водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. На первом месте водитель, который оказал сопротивление сотрудникам полиции. Во время дежурства по городу инспекторы ДПС для проверки документов остановили иномарку. Однако водитель не изъявил желания выходить из машины. На просьбу предъявить документы сотрудников полиции, мужчина обматерил их и просто-напросто попытался завести машину и уехать. Инспекторам пришлось применить силу, так как с первого взгляда было понятно, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Руку не ломай мне! Не надо-то попротивляться. Двигать. Двигать. Вы шли бы нормальные. Показали бы документы. Семеновый ручник, а? Нет, вы вообще неадекватно себя ведете. Вообще. Что вам мешало-то показать документы? В Туве инспекторами ДПС из незаконного оборота изъято 315 литров спиртосодержащей продукции. В минувшие дни сотрудники госавтоинспекции выявили пять фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, 14 декабря около 12 часов на стационарном посту ДПС «Шевелик» с целью проверки была остановлена «Тойота» под управлением 45-летнего водителя уроженца села Шамбалык. При досмотре автомобиля в багажном отделении полицейскими обнаружены две коробки, внутри которых находилось 30 бутылок емкостью по 0,5 литров с этиловым спиртом. Днем этого же дня при досмотре пассажирского автобуса «Киа Гранберт» инспекторы обнаружили алкогольную продукцию без акцизных марок. Установлено, что 43-летний пассажир автобуса вез в 5-литровые тары общим объемом 45 литров с жидкостью с характерным запахом этилового спирта. Во время несения службы на автодороге «Кызыл-Эрзин» инспекторами ДПС была остановлена машина марки «ГАЗ» под управлением 32-летнего «Кызылчанина». При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили 80 бутылок водки общим объемом 40 литров. 15 декабря около 15 часов на улице Мира в селах Вуаксы сотрудники госавтоинспекции проверили автомашину «ГАЗ». При досмотре салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили спортивную сумку, в которой перевозились пластиковые канистры общим объемом 15 литров. Общий объем изъятой продукции составил 200 литров. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, лишение свободы на срок до 3 лет. На этом выпуск программы подошел к концу. Если что-то пропустили, смотрите ее на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации», а также в наших группах ВКонтакте. Напоминаю, вы тоже можете стать соавтором. Просто сообщайте о происшествиях по телефонам редакции или присылайте ваши материалы на адрес электронной почты. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова